Ребята, всем привет! Сегодня я хочу показать вам модели технопарк в 24 масштабе. Давно хотел это сделать. Как-то в группе ВКонтакте нашего канала. Ну, не нашего канала, а нашего канала, но именно по модельной теме. Канал, как вы знаете, разносторонний. Затрагиваю разные темы, что интересно мне. Там именно группа, для тех, кто не знает, говорю, там именно группа модельная. С одноименным названием, как канал. Есть еще у меня в Дзене, в Рутубе. Где еще у меня есть? На Ютубе. В общем, давайте посмотрим. На мой взгляд, интересная модель. Может быть, даже недооцененная. Почему так думаю? Ни разу еще пока не открывал, не смотрел. Подскажу, где купить. Почему так думаю, что недооценен? Ребята, у нее открывается багажник, капот и, конечно же, передние двери. Есть, конечно, в этой детализации минус. И вы, наверное, успели заметить, да? Дверь открывается без рамки. Ну, может быть, это не критично, потому что в закрытом состоянии дверь смотрится неплохо. Вот такая коробочка у нас сегодня с вами на обзоре. Технопарк. Вот, можете убедиться. Да и хотя бы уже все поняли. Если кому-то нужно, ребят, вот вам показываю. Они в наличии есть, эти машинки. Вот, камера сейчас сфокусируется. Заходите, набирайте multibomb.ru И связывайтесь с продавцом онлайн, с менеджером. И указывайте артикул вот этой модели автомобиля. И вам пришлют туда, куда вы скажете. Мы с вами посмотрим, что здесь есть. Оказывается, у этого автомобиля есть свет, звук. Ну, здесь мелодия. То есть, наверное, она в сигнале, да? И фрикционный механизм. Сделано, конечно, для таких вот опций, скажем так, очень круто. Обычно делаются машинки, ну, я бы сказал, не очень-то они внешне, габаритно. И, ну, какие-то есть нюансы, да, в детализации. Но здесь вот она вроде, ну, колеса, да, не вазовские. И колеса вот сделаны такие вот блестящие, наверное, чтобы... Ну, это сделано для детей. Не будем лукавить. Ну, можно, наверное, и поставить на полку. И таким серьезным коллекционером, как мы с вами, да? Да нет, не ухмыляясь, так и есть. Ладно, давайте откроем коробку. Скрыть коробку мне не составило труда. И вот давайте посмотрим, как упакован этот автомобиль. У него стоят вот эти вот пленочки, резиночки на капоте. Конечно же, и на багажнике. Впервые вообще эту модель открываю, я ее даже не смотрел. Ну, вот как вы. То есть, вижу ее визуально. А еще пока вот ее не открывал, не смотрел, что у нее там, как работает и что открывается. Ну, уже вот вижу по лобовому стеклу, ребят, здесь, конечно же, неточность. Нам придется открутить четыре винта, снять защитный ярлык, чтобы послушать звук. И мы сейчас с вами. Открутил я ее от картонной упаковки, и мне сразу бросилось в глаза вот эти страшные глаза фары. Очень-очень такой автомобиль агрессивный. Ну, внешка, да, внешка, она вот такая красивая, да, красивая машинка. Хорошо она окрашена. Нету ничего у ней в плане потеков, каких-то косяков. Вот нижняя часть у нее выглядит вот так. Есть у нее этот механизм детский. Вот отверстие под винты, которыми она крепится к коробке. Вот. Снимем вот этот защитный ярлык. Оп. Чтобы послушать нам, послушать нам ее звук. Освободим ее от... Вот как вот тут освободишь ее. Непонятно, как она здесь... Ладно, резиночки вот эти сейчас снимем. Аккуратненько. Так, оп. Как-то надо снять вот эту штучку. Не пойму пока, как она крепится. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то китайцы... А, вот все. И вытаскиваем, извлекаем вот туда. Замудренно как-то, да? Воню, капотик открывается, видите, как вот. Очень незначительно. Но там есть мотор. И сделано, конечно же, все по-простому. Давайте посмотрим в багажничек, как у нас обстоят дела с открыванием задней двери багажника. Вот уже залезла резинка куда-то. Ой, упала. Ну-ка. Багажник более-менее открывается нормально, но тоже, видите, он не держится. Падает. Ну и, конечно же, вот видите, открыл двери, и автомобиль подает нам звуки сигнала с собой. Ух ты, у нее есть сзади света, смотрите. Классно. Очень классная игрушка будет для детей. Да ну почему нет, да, почему нет. Хорошая моделька. Купите ей колесики, которые продаются для Жигулей для 24-го масштаба. И вполне, вполне неплохо. Здесь здесь, да? Ну, смотрите, хватает тяги двигателя, чтобы такую тяжелую металлическую машинку можно было легко тянуть. А, наверное, вам будет интересно, да, что же там под капотом. Откроем капот. Блин, ну почему так, а? Ну, технопарк. Ну, вообще, что ли, пожалели металла, чтобы капот открывался как положено. Я не знаю, вот хочу вам показать камеру, как поудобнее вам. Вот, видите, там что. Это примерно как вот выглядит на Эликоновских Уралах, да? Капот открываешь, и там вот пластмассовая вставка с какой-то там простой имитацией узлов и агрегатов автомобиля. Не знаю, как же вам показать-то. Вот, видите? Ну, я думаю, вы поняли, да, в чем суть. Вот так вот капот открывается незначительно. А на капоте никакой имитации нет, видите, просто плоскость. Ну, и, наверное, всем хочется знать, что же там. Мне тоже хочется знать, какой багажник у меня. Посмотрите, какой багажник. Вот. Вроде свет нормально сделал, а все равно что-то плохо видно, да? Тени, тени. ВАЗ-2104. Окошко какое-то сзади вон вообще зауженное, непонятное. Открывается дверь, посмотрите, какой салон. У них светится панель прибора. Представляете, панелька светится. Вот, поближе вам покажу. Ну, приборы, по-моему, в ней. Нет, четверочный, салон. Ну, вот сзади... Что там у нас непонятно. Салон в черном цвете. Ну, это так и должно быть. В общем, вот такая машинка. Не знаю, ваше дело, покупать или нет. Я вам скажу, что эта модель не моя. Вот. Взял на обзор, показать вам. Потому что стало самому интересно. Ну, внешне вроде как бы, да, четверка. Ну, колеса могло такое быть. Кто-нибудь мог поставить. Ну, я предполагаю, из владельцев этого автомобильчика. Ну, вот бампера. Бампера, ребята, они почему-то похожи... Похожи... Нет. Похожи на пятый, но почему-то вот сверху они черные, не прокрашены. Они должны быть серого цвета. А здесь просто какая-то имитация. Здесь вообще похоже на седьмой бампер. Не спорю, да, были сорок седьмые. Ну, в сорок седьмых была морда-решетка от семерки. То есть, седьмой капот стоял, седьмая решетка. В общем, вот такой автомобиль, друзья. Сами решайте, надо вам, не надо. Но у меня, в принципе, есть от... Ашет коллекции четверка. Мне такую машину не надо. У меня она есть. Ну, еще там, конечно, докуплю. Какие модели у вас, вазу, не хватает. В принципе, все. Увидимся с вами в следующих видео. Пишите комментарии. Всем пока.